Мужики, да вы что, я вообще психолог? Отпустили меня! Мужики, ну вот, нет! Тарас Сергеевич, не надо было брать инструменты. Доброе утро, Анна Сергеевна! Александровна, мне прислали за вами присматривать. Георгий Александрович, можно тебя на минуту? Да, пожалуйста, Василий Павлович, пожалуйста, спрашивайте. А что у нас случилось? Все очень просто. Дело в том, что в прошлый раз сексолог подрезал набор инструментов, и в этот раз прислали куратора, чтобы присматривать за нами. Здравствуйте, господи! Здравствуйте! Здравствуйте, как Москва? Стоит! Отлично! Отлично! Расскажу, что будет происходить, друзья. Сегодня наконец-то мы решили... О, опять печаль, беда! Сегодня мы наконец-то решили покрасить печальку. Времени 6 утра. 6 утра и мы уже начинаем. И ребята, ребята, привезли нам вежливую краску. Вот она, вежливая краска, безумно секретная. Ходят слухи, что эта краска крепче Раптора. Она носится проще, чем, я не знаю, чем краска по ржавчине. И она сохранит нашу печальку в боевом режиме. На года. Рассказывайте правильно. Ох, тяжело. Самолеты красились уже давно. В 70... Какого года? В 76-го? Короче говоря, тех годов разработочка. 70-х годов. Так. Взяли старую разработку, натянули на новые материалы. Вот и получилось. Вышло даже лучше, чем мы ожидали. Парни, ну вы реально сегодня очень красноречиво. Я просто... Отец какие! Сколько в дороге времени привели с Москвой? Сколько ехали? Во сколько? В 7 выехали. И вот мы тут. В 7 выехали и в 7 приехали. А, нет, в 6 приехали. В 6 приехали и час мы встретились. Отлично. Более того, ребят, значит, есть еще одна важная история. Нам из Москвы передали ништяки. Радостно открываем. Радикюль еще такой интересный. Отечественный. Разреваешь до тех же годов. Ну, почему бы нет. Так, возьмем. Василий Павлович. Смотри, новая накладка на фару. У нас теперь есть новое очко. Отлично. Слушай, я за такими полгорода объездил. Колпаки. Вообще нулящие колпаки. Смотри. Только два, да? Хромяшки. Блин. Класс. Слушай, а как они просто начпакиваются на колеса или нет? Ну, вообще смотри. Дергай. Ну, это не те колеса. На дисках хлестики должны быть. Да. А на развары встанут, интересно, на наши? Ну, всегда точно не встанут. Вот это потому, что здесь у нас восьмерочный, да? С помойки колеса. Да, да, да. Кстати, я хочу сказать, вот печалька сейчас на таких колесах по одной простой причине. Дело в том, что разварки мы отвезли в аквапринт, и теперь колеса будут карбоновые. Ну, это так. Легкий брос. Что еще? Амортизатор. Ммм, советское кони. Ну, давай, давай, давай. Что? А он советский, нет? Или уже? САЗовский, да? САЗ, САЗ. Двадцать один, да? Все нормально. Ну, смотри, какой жесткий. Вообще. Огонь. Так, что еще есть ? Кто еще есть ? Я украл. Пакетик. Чтобы пакетик. Чтоб пакетик. Чтобы пакетик. Просто пакетик, да? Пакетик для пакетика. Просто пакетик. Тросик. Для чего? Не знаю. Василий Павлович, тросик какой-то велосипедный. Велосипедный. С цепуха? Я не знаю, никакая сцепуха. Я не знаю, зачем он здесь нужен cho人". Георгий Александрович. Цени, пtoré, для зеркальца. А смотри, тут страшные. Separка, тихо курит в сторонке. Анна и Евгеньевна, вы чего? Александр, ты когда будем? Скоро-скоро будем работать, у нас ништяки. Вот это вообще штукенция. А что это такое? Ну это что-то вроде авиационной переключашки. И зачем она нам? Подожди, а на подводных лодках такие тоже есть? Да. Да? Да, это же военная технология. А сколько эта фигня стоит, интересно? Ну, если верить в углу, 7139. Чё? Да ладно. Сейчас. Что это такое? КМ200ДВ. КМ200ДВ. 7200. Малогабаритный контактор КМ200ДВ, приключатель, назначен для дистанционного включения и отключения потребителей электроэнергии, авиационных электросистем, постоянного тока до 30 вольт. Надо делать старт-стоп. Почему нет? Так, структура. Контактор малогабаритный. Номинальный ток нагрузки цепи. 200 ампер, где эта хрень? Палыч, ты чё, уже подрезал что ли? Нет. Подожди, подожди, реально, вот эта штука держит 200 ампер. Охренеть. Это же можно вообще всю тальшку мира, можно даже в БМГ поставить. Классная вещь. Подожди, чё ещё есть? Так. Длительный режим работы. Офигеть. Влагостойкие. Основные технические. Номинальные напряжения. Номинальный ток. Напруга 27 вольт. Интересно, будет это 12 работать или нет? Режим работы длительный. Диапазон изменения рабочего напряжения. А, 24-30 вольт. Масса 0,5. Гарантийный срок эксплуатации 6 лет. Мы рекомендуем. Пофигу чё. Ещё чуваки что-то рекомендуют. Да, прикольно, прикольно. Мне просто интересно стало, на секунду. Анна Петровна, вы что такая недовольная? Александр. Ну ладно, хорошо. Друзья, в принципе, мы можем переходить с вами к разборке печали для покраски вежливой краски. Взрываем? Погнали. Вы какие-то реально уставшие, да? Как задумываешься, что приехали. Василий Павлович, положи контактор. В Субару не подойдёт. Это всё в печальку. Ну что, надо багажник снимать. О, тихо, тихо. Батарейка от старой Ноки. Заодно и худунки может подключить. Ну что, начинаем нормальную адскую шлифовку. Подготовку печальки. У нас сегодня много машинок. Поэтому, будем действовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 за три часа доехали с Колпино. Где мой вискатель? Машины не проданы, чего там как-то. Ее вчера два человека смотрели между двадцать. Вы зачем так пятнашку размародерствовали возле гаража? Вопросы к нему я был на работе. Зачем так размародерствовали пятнашку? Ее надо в металл было сдавать. Нам позвонил ее владелец, сказал, что была жалоба написана, машину надо в металла. Она в аресте, она гнилая. Это кощунство, не оправдывайся. Мы все самое ценное сняли. Естественно, на какой пятнашке идет. Представляешь, они сняли видос, где в гаражах пятнаху чуть не бейсбольными битвами расфигачили, сердце кровью облилось. В 2000-х годах, что фиолетовая? Нет, лучше бы та, что фиолетовая расфигачили. Потому что то, что расфигачили, она была реально живая. Надо хоть дверь открыть, а то реально дышать нечем. Ужас. Натерли. Таким образом у нас все получается. здесь трешь-внешь. Вон, Анна Петровна там... Александр! Ладно, прости. Мартий, здорово! Тарас Сергеевич! Сколько вас здесь! А что ты опять сбрился? А я в Карелии был. Опять ты сел? Опять ты сел? Да я из Карелии только. Там чуть-чуть холст-то так холодно. Василий Павлович, ребята, там солнце было. Красавчик! Смотрите, мы уже вообще печалечку. Смотрите, как мы ее... Ага! Как вы ее ободрали? Ну мы сурово. Мы тут 7 часов утра. Сейчас, кстати, знаете, уже... Веременье. Видите, сколько? Я как мог. Я ехал в Карелии как мог. Ладно, ДПСовцы как бы. Они спят только тачками. Пробки, пробки, но такие. Искресения, пробки, наверное. Страшное дело. Давайте уже что-то... Давайте ретлуги делаем. Все. Я, кстати, шашлык привез. Красавчик. Я буду сейчас жарить шашлык, а вы будете жарить печальку. Все в огонь. Кстати, парни тоже шашлык привезли. О, мы устроим комплекс. Ты опять сегодня мангальщик, да? Мы приехали покушать. Все нормально. А зачем? Не-не, есть во что переодеться? Да, конечно. В атаку переодеваемся и накидываемся на печальку. Все. А я за шашлык. Ты уже переоделся. Сергеич, а ты что, мангал, да? Я за шашлыком, за мангалом, за всеми делами. Так ты же привез. Я привез, все у меня в багажнике. Я с Карелии вез. Там замариновал. Что, ты опять на адреналине, что ли, животное? Он так требуется иногда. Анна Александровна, вы употребляете адреналин? Нет. Нет, ну и правильно. Так лучше. Гараж Тулс, привет. Ну что? Ну что, поехали? Да, давайте дальше продолжать. В конце концов, нужно же. Василий Павлович, а то все придели. Вон, Анна Петровна. Александр. Не-не-не-не. Вот эта борьба человека и логики мне очень нравится. По-моему, у нас проблемы даже. Ну, значит, Василий Павлович, давайте расскажем про автомобиль. Значит, все, что могли сейчас вот сделать, мы как бы... В общем, мы сняли верхний слой почти до металла, потому что, ну, это... Это печаль. Да, я... Это так и должно было быть. Короче, на машине шпаклевки и вмятин больше, чем самого автомобиля. Если совсем правде в глаза посмотреть, короче, мы опять нарукожопили. Автокар, привет. Печаль будет жить. Печаль будет жить, да. Вон там Никита, везде фабрито. Занимается... Возьми Макита. Никита, возьми Макита, да. Обезжиривает. Значит, Славян занимается своим любимым делом. Добавляем еще больше шпаклевки. Еще больше шпаклевки. Вячеслав, скажите, вы не пропустите вот этот крестик, нет? Если вы мне напомните, конечно же. Конечно, нет. А давайте мы с него начнем. Они через каждые 10 сантиметров, я думаю. Ну, да-да-да, пожалуйста, пожалуйста. Опять, опять уроки пикапа, Василий Павлович. Да-да. Я понял. Ну, я просто все, все хорошо. Анна Александровна. Да. А ты когда-нибудь делала капиталку на Субару? Нет, конечно. А хочешь? Нет. Ну, ладно. Василий Павлович, просто я предлагаю отдельную штуку сделать. Рокки пикапа от Субариста. Ну, ладно. Здесь шпаклевки надышались. Надо пойти, кстати, посмотреть, что там сексолог делает. А то, по-моему, шашлык должен быть уже готов. Резать. Резать шашлык. Василий Павлович, хватит заигрывать женщиной. Пойдемте. Так. Тарас Сергеевич. Ну, как у вас? Вот, понимаете, мы нашли ваше призвание. Вообще красава. Когда мы уже насладимся? О, нифига, у нас еще целая кастрюля. Да. Можно будет это все... Готово. Василий Павлович, иди. Дело в том, что это не Василий Павлович. Тарас Сергеевич. Стой. Тебе, ну, ты там, ну, тихо. Вот так. Благодарю вас. Но, ребят, помимо прочего, это еще не все. Дело в том, что у одного из ребят, у жены на днях дня рождения. Господи, угород. Что я говорю? У одного из наших ребят, у жены на днях день рождения. И поэтому сейчас Жека, понимаешь, не откладывая в долгий ящик на автомобиле москвичей, прям фигачит аэрографию на улице. Космос. У жены день рождения. Решили совместить приятное с полезным. Перекрасить печальку. Заодно посмотреть, как работает. Подарок жене перекрасить печальку. Да, 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 да. А что, Жека, а вот что это будет вообще? Что здесь будет нарисовано? Луна. Плес. Будет все, в общем, красиво. То есть и вот это осуществляется, ну, просто баллоном и вот этим вот кругом? Да, да, все легко и просто. Это же машина жены? Да. А как она отнесется, что какой-то парень из Питера, ей, короче, на капоте баллонами что-то нарисовал? Ну, вариантов всего два. Меня или из дома выгонят, или мне на моей машине какой-то неприятный слоган. То есть это сейчас подарок жене мы делаем, да? Да. Ну, неплохо. У нас тут есть вот набор юного, как это, вандала. Набор юного вандала. И сейчас это все на Ситроен наносите. Ну, прекрасно, что ли. Прекрасно, мне нравится. Мне красно. Надо идти спасать. А, ну, Александра, ну, из лап Субариста. А то, понимаешь, все пошли, Субариста нет. Тарас Сергеевич, мы можем уже, да, шашлыки хомячить? А там уже хомячатся, пока вы здесь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Там уже сейчас все смело. Ах ты же, ебти. Так, ну-ка, оценим ситуацию. Ага. Ну, Никитос, как обычно, жрете. Жрете, да? Да-да. Вообще. Ну, что у нас бывает? Ну, как шашлычок? Офигенно. Ну, ничего, так вроде. Нормально? Завтра узнаем. Анна Тимофеевна. Ну, вообще, конечно. Смешный человек. О, господи. О! Привет, сексолог. Привет, животные. Здорово, котопей. Привет, привет, привет. Я тут дыхнул в шпаклевке. Что с чем мясцом? Мясцо-то, я надеюсь. Давай, сделай мне мясо по-корейски. Я хочу с собачатиной. Собачатиной? Я только могу с кошатиной сделать. Корейская. Слышь, ты, хозяин шавермы, ты там расслабься. Бизнес растет. Видишь, уже на какие объемы переходим. Ну, вау. Совсем другое дело. Ого. Сейчас с шпаклевочкой-то с пылюкой-то пойдет, пойдет, как по-смазанному. Да? Что? Ну, ладно. Савян, ты что там делаешь? Осмарываешь, осмарываешь. Осмарываешь нормально. В общем, навалили мы шпаклевки сколько могли и сколько не могли. Короче, печалька кое-как приобретает божевский вид. Анна Александровна здесь уже возвращается. Помнили моего отчества. Естественно. Давайте покажем, Василий Павлович, что происходит с автомобилем. Значит, вот эту дверь не стали протягивать, потому что она более-менее... Она ровная, достаточно ровная. Такая ровная, что даже мы не знаем, какая она ровная. В общем, положа руку на сердце, как бы, ребят, ну, реально, на рукожопили, да, да, да. Здесь, как бы, шпаклевка. Ровная. Он передышал, передышался. Так, значит, здесь что? Зашпаклевали, значит, крышку багажника тоже, как могли, тут замотовали. Что-то тоже всякие нюансы. Что ты делаешь, Василий Павлович? Так, ну и, наконец, вот он, шедевр. На любой тачке должен быть барельеф. Это, кстати, художник Павлович называется. Картина шпатля. Шпатля, да, неплохо. Ты посмотри, какая утреться. Уже... 3000 долларов. У меня не расхватываешь. Что вы тут трете? Он не хочет красить у нас машины, и диски не хочет в разные, в четыре цвета покрасить. В смысле? Не хочу. Подожди, ты сейчас предлагаешь Тарасу залить клизму, говорю, в этот самый, в вашу, с баллона вот эту? Да. Слушай, она и так-то покрашена, ну, как бы, не ась. Вы хотите ее вообще в край сборки? Нет, дело в том, что, дело в том, что я когда еду, она на солнце блестит. Я не хочу, чтобы она ехала и сливалась матом. Да я еду, знаешь, как зеркало. Натер ее, намыл ее, красиво делил. То есть тебе нравятся фиолетовые диски? Нет. Кстати, я ехал недавно и увидел Subaru Forester, то очень старый кузов, который еще заниженный был. И тоже фиолетовые диски. Это у Subaru Forester какая-то болезнь, по-моему. Какой там диагноз был фиолетовый цвет? Кстати. Короче, больной ты человек, Василий Павлович. Нет, 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 фишка в том, это не диагноз был. Это, значит, фиолетовый цвет ассоциировался, был цветом, вернее, феминисток. Воу. Фиолетовый цвет был цветом феминисток, то есть когда они боролись за свои права, за равные права с мужчинами, типа там, чтобы работать, шпаклевать наравне. Я понял. Короче, Василий Павлович склоняется к ЛГБТ, по-моему, сообществу, да? ЛГБТ? Ну, для какого оно там? ЛГБТ, это как расшифровывается? Ну, это такие разноцветные у них флаг, они там все. Давайте диски разноцветные сделаем. Я не знаю, я говорю, а что такое ЛГБТ? Ну, ёпты, дети, геи, лесбиянки там. А, не, 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 дети. Кстати, кстати, когда я печальку, пену отковырил, он ко мне сзади подходит. Блин, я очень боюсь его. Кто? Василий Павлович. О, Василий Павлович. Когда Василий Павлович подходит сзади, надо радоваться. Потому что Василий Павлович хочет дать совет, а ты юный, извращенный. Знаешь, меня об этом никто не предупредил. Он же не заднеприводный, а полноприводный. Ты че? Блин, слышите? У него подключаемый полный. Слышите, колпина? Там постоянно полный, постоянно? Постоянно полный. Понятно. А вы, ну, это такой. Тарас Сергеевич, а у вас какой привод? У меня исключительно передний привод. И позорно ездить, а любимая. Анна Александровна, вы какой привод предпочитаете? Это зависит от машины. Поняли, да? Выкусили. Извращенцы комнатные, вообще просто. Совести у вас нет вообще. Все хорошо. Ладно, еще я на тюнинг оптики поеду. Куда? Тюнинг оптики, что-то. Ты хочешь сказать, на футчика кончились баллоны для тонировки фонарей? Я же задние фонари-то тонировать буду. А ты и передние можешь. Ну, подожди, тюнинг оптики, что это будет? Биг Синон хочу себе поставить, тут Таним всех слепить потом. Хочу... Многу, что хочу. Короче, я понял, все с Алиэкспресс. Слышите, животное, ну что опять трешь мне? Да мы тут про анекдот рассказывали. Да, анекдот. А, шашлык, шашлык, шашлык. Шашлык, да, пойдемте. О, все, походу уже угольки, братья. Братья, сестры. Уже угольки. Все, пойдем, пойдем. О, нифига себе. Там уже аэрография вовсю, реально. Жека, красавчик. Прошло-то всего ничего. Да, всего ничего. Жека, у меня есть вопрос, эта краска потом отмоется, если что? Со стиральным порошком, может быть. Нет, я серьезно. Ну, я шучу, нет, не отмоется. Не отмоется, да? Да, но сверху лаком покрыть все равно тоже, на всякий случай. На всякий, керамическим лучше. Да. Чтобы наверняка. Какого года Ситроен? Восьмого. Что-то ты не рад, я смотрю. Да нет, почему? Это теперь Ситроен обновленный, он теперь шестнадцатого года. Сламкин. Да, с тем учетом, что он еще полностью будет перекрашивать. Да, прикольно. Кстати, там Никитос ходит, всех склоняет. Покрасьте у меня тачку, покрасьте. Короче, клиентов набирает. Пускай набирает. Пускай набирает. Будет красить моя краска, в чем проблема. Кстати, о птице. Ладно, хорошего понемножку. Сейчас пойдем вторую партию шашлыка. Кстати, парни привезли шашлык вообще из Москвы, просто пламенный. Захомячим и будем переходить к шлифовке и уже покраске печали. Эээ, слышите, Ары, вы хоть девушку-то угостите, а то накинулись коршуны, жрут, понимаете? А, бедный стоит в уголке. Она ждет, пока что подряд. Она ждет, пока что подряд. Она ждет. Ай! Не надо, как она, как она. Не надо, как она. Не надо, как она, как она. Так, давай. Тихо, тихо. Кусочек. Ну вы вообще просто. Тихо, 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 тихо. Давай. Опасный момент. Кот, лови мясо. Так, есть. Есть. Первый пачель. Котики любят мясо. Есть. Надо банки. Так, все, начинай. Ну, привет, самочка. Ну, привет. Хочешь со мной поговорить, поиграть со мной? Может, тебя лучше погладить? Погладь меня, погладь меня. Да не по глазам, не по глазам. Гладь меня по-шерстки, по-шерстки. Ниже, ниже. Не, ну ты вообще обнаглел. Ниже, ниже, ниже. Все, иди. Ты в курсе, что ты сейчас разговаривал с плюшом, котом? Ха-ха-ха. Женщина. Котофей, я тебе мясца принес. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Универсальный способ раздувки. Ха-ха-ха. О, шашлычник от бога. Смотри, палочки. Жека, красавчик. Прикольно получилось. Подожди, подожди, я отойду отсюда. А можно уже трогать, Жека? Наверное, давай. Нифига себе. Ха-ха-ха. Москвичи умаялись после долгой дороги, спят. Ха-ха-ха. Планета пилигримов. Вон, парни уже продувают. Красавчики. Ха-ха-ха-ха уничтожиты. Пленза. Смотри, блядь, парни! Пиздец. Я взошли в жанну, чтобы ты вместе. Чех! Хах-ха-ха тигр vidéo. Ха-ха-ха! Очень в другую сторону это делать. education. Я вас creaturesет, вы знаете? Хреню, блядь. Г Hz. Криль. ты не выключил, блин, на печали. Палыч, нафиг мы его ставили, все равно катаем тачку. Ну, передвигаться-то нам надо как-то. Палыч, что вам делим? Что это такое? Я, блин, там шашлык жарю вам, стараюсь, вы в всем мне шпаклей закидали. Что за бред вообще? А я тут был инструмент терять, это карма. Ой, да ехать, все взадится. Василий Палыч, что вы думаете в этом поле? У нас прямо развиваются какие-то человеческие трагедии, понимаете, тут судьбы. вершатся. Что-то у нас, по-моему, какой-то болт недо системы большеват. Да, подожди, я же другой брал. Подожди, 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 подожди. А не течет уже? Вот, нашел. Ты бак-то в другую сторону поверни, там же почти полный. Не страшно. Ну, ладно. Помоется. Помоется, а без жирка. Опять же, бензинов. Забавно. Подожди, а этот-то болт откуда? Не знаю, откуда-то отвалился. Давай посмотрим. Я уродься на месте. Короче, нет. Ну, я забавно. Может, он просто здесь лежал. Слушай, у меня вопрос. Давай, говори. Че? Че сначала? Загрунтуем или багажник завалим? А потом загрунтуем снаружи? Я думаю, что мы сначала багажник завалим, закроем, загрунтуем и покрасим. Обосной. Чтобы не загрунтовать все сверху и потом не наляпать. Не наляпаться. Подожди, нет, подожди. Другая точка зрения. Если я не прав, исправь. Реально. Я предлагаю сначала завалить грунтом. Ну, потому что грунт будет залетать вот сюда, во все эти щели, короче, дыры и прочая фигня. Потом открыть багажник, валим багажник изнутри краской, закрываем багажник и валим тачку. Хорошо. Ну, да, да, давай так и сделаем. Ну, нет, просто как вариант, Павел. Верно, верно. Верно сказал. Все, так и сделаем. Смотри, у нас уже маска почти как новая. Анна Александровна, посядьте, уй. Как вам печалька? Печальная. Где моя шоколадка? Кстати. Я ее уже съела, все. Даже не съела. Анна Александровна, вы правда работаете в бухгалтерии? А что, незаметно? Я понял, что все прошло. Ну, ладно. Анна Александровна, поскольку втягивается. Вы к нам еще приедете? Я понял, нет. Ладно, ладно. Спасибо. Вы здесь? Анна, а вы смотрели Техас Крузик? Мужики, да вы что, я вообще психолог? Отпустите меня! Мужики, ну вот я... Тарас Сергеевич, не надо было брать инструмент. Нет. Тарас Сергеевич, Нет. 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 Субтитры подогнал «Симон»